Наш Демирс! Мы крутые ребятишки! Называемся крутышки! Ещё неделю назад за партами писали диктанты и решали примеры. Теперь же разучивают кричалки и речёвки. Во втором лицее начал работу пришкольный лагерь. 180 учеников, 130 из которых дети из младших классов, остальные из старших будут в течение 21 дня под присмотром педагогов и наставников. Иди за солнцем следом, вот этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорога и добра. Предназначена для детей начальной школы, это, конечно, и посещение различных культурных учреждений нашего города, это и посещение кукольного театра, филармонии, это посещение и других объектов различных выставок и зоопарка. Для детей старшей школы у нас есть договор о сотрудничестве с различными высшими учебными заведениями, где будут проходить занятия, в том числе наш педагогический состав будет работать над созданием различных научных проектов. Эмиль Хусеинов закончил первый класс. Он ещё ни разу не был в лагере, ни загородном, ни пришкольном. Но это его нисколько не смущает. В спальне, где ровными рядами стоят раскладушки, проверяет свою. Очень удобно. Я бы так и всегда на ней спала. Ну, в обед будешь? Буду. Если бессонница не придёт. В июне в Пензе планируется работа лагерей на базе 49 школ. В июле в пяти будут организовывать досуг ребят. Всего за лето таким образом отдохнут больше 10 тысяч детей. Смена, как и в загородных местах, продолжительностью 21 день. Не каждое образовательное учреждение может похвастаться наличием бассейна. Во втором лицее он есть. Поэтому ребята, посещающие пришкольный лагерь, будут заниматься оздоровительным плаванием. На старт, внимание, марш! Для семей, где не с кем оставить ребёнка летом, пришкольные лагеря – настоящее спасение. Дети под постоянным присмотром. Накормлены завтраком, обедом и полдником. И за всё это буквально символическая родительская плата – 1239 рублей.